И делаем ему закрытый массаж сердца. Мы делаем так, смотрим по индикатору, чтобы у нас было он зеленый. И так мы делаем сколько раз? И так 30 раз, а затем два глубоких вдоха. Все слышали о том, как нужно делать массаж сердца, но редко кто самостоятельно сможет это правильно повторить. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023. В бригадах скорой помощи каждый должен уметь оказать первую помощь, в том числе и водители. Любому водителю, не важно, что это скорая медицинская помощь, либо это участник дорожного движения, они должны иметь навык. Поскольку бывают ситуации, когда нужно оказать незамедлительное ранение бедренной артерии, ранение сонной артерии. Это буквально минуты, секунды для спасения жизни. И именно оказав первую помощь, когда прибывает уже медицинская помощь, можно уже сохранить пострадавшему жизнь. Водители скорых стали первыми курсантами учебного центра. Здесь установлено 15 различных манекенов. Для интубации легких внутривенных инъекций, наложения масок, жгутов и перевязок. Манекены головы с туловищем одни из самых важных, всего их шесть. Рядом с двумя лежат мотоциклетные шлемы. По словам врачей, просто так снять их нельзя, необходимо минимум два человека. После этого нужно закрепить воротник шанса или сделать валик. Если эти простые, на первый взгляд, действия произвести неправильно, это может привести к полному или частичному параличу или даже к смерти. Весь спектр медицинской помощи, которую мы используем в оказании, в работе каждый день, мы можем отрабатывать на наших манекенах. В учебном центре расположился и настоящий салон машины реанимации, а точнее ее внутренняя часть в разрезе. Оборудование полностью стандартное, полностью выдержаны все размеры, для того, чтобы курсанты могли понимать, что они работают в ограниченном объеме. Центр строили с весны 2017 года. Всего, включая закупку качественных китайских тренажеров, было потрачено около 700 тысяч рублей внутренних средств. Проблем с финансированием не было. У Владивостокской скорой профицитный бюджет. Сейчас в центре занимаются группы водителей от 6 до 12 человек. После их аттестации учебные группы будут медицинскими. Практиканты из колледжей и медвузов будут отрабатывать навыки оказания первой медицинской помощи. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатеев. Новости на восьмом.